Уважаемые жители Кингисепского района, за истекший период 2022 года на территории Кингисепского района произошло 19 пожаров. В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение количества пожаров на 15%. На пожарах погиб один человек, за аналогичный период прошлого года погибло два человека. За период проведения новогодних и рождественских празднований на территории Кингисепского района чрезвычайных ситуаций допущено не было. Все запланированные массовые мероприятия, включая использование специализированными организациями пиротехнических изделий в рамках районных праздничных мероприятий, прошли без происшествий. В период новогодних праздников на территории района произошел пожар в частном жилом доме, на котором погиб один человек. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем при курении в постели. С учетом происходящих пожаров в жилье, особенно актуальным становится защита своего жилища автономными пожарными извещателями и огнетушителями. Основное назначение пожарных извещателей на ранней стадии развития пожара среагировать на дым и предупредить об опасности, подав звуковой сигнал, для того, чтобы люди смогли покинуть помещение, в котором произошел пожар. Данное устройство можно приобрести в специализированных магазинах. При пожаре в доме-квартире необходимо предпринять следующие меры. Сообщите в Единую службу спасения по телефону 011 11 12. Выведите на улицу детей престарелых. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства, воду, плотную ткань от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности. Помните, что легковоспламеняющей жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителями, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не представляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой двери. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара. Если вы не можете или не рискуете выйти из квартиры, закройте окна, не опускайте жалюзи. Нужно заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками, выключить электричество и перекрыть газ. Наполнить водой ванну и другие большие емкости. Снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь легко найдет на что переключиться. Отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться. Облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру. В этом году в рамках празднования Крещения Господня официальные места купания на территории района отсутствовали. В традиционно посещаемых жителями района местах купания, несмотря на то, что они не являются официальными, сотрудники МЧС разместили предупреждающие аншлаги и листовки для информирования граждан о соблюдении мер безопасности. С наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на реках и водоемах. Нормативно правовыми актами органов местного самоуправления выход на лед рек, озера и водоемов запрещен. Многие забывают, что выход на лед всегда опасен. Если вы вынуждены оказались на льду, важно помнить и соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности. Выходить на лед в теории можно только тогда, когда его толщина достигнет не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. Прочность льда можно определить визуально. Лед голубого цвета прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Туман, снегопад, дождь. В случае отсутствия прочного льда на пути следования следует немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступает при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. При переходе водоема группы необходимо соблюдать расстояние друг от друга 5-6 метров. В замерзшую реку озера лучше перейти на лыжах, при этом необходимо двигаться медленно, лыжные палки держать в руке, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Убедительная просьба родителям. Не отпускайте детей на лед, на рыбалку, катание на лыжах и коньках без присмотра. Если вы провалились под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Старайтесь, не обламывая кромку без резких движений, выбраться на лед, наползая грудью и почередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигаясь ползком в ту сторону, откуда шли. При спасании человека, провалившись под лед, необходимо. Немедленно крикнуть ему, что идете на помощь. Приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки. Подложить под себя то, что может оказаться под рукой, лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них. К самому краю полыни подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде. Ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека. Бросать связанные предметы нужно на 3-4 метра до пострадавшего. Действовать решительно и быстро. Подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны. Уважаемые жители Кингисепского района, берегите себя, соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте бдительны, не подвергайте себя излишнему, неоправданному риску. От этого зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких.